Меньше чем за три недели до вступления в силу эмбарго ЕС российские нефтекомпании увеличивают добычу сырья, почти достигнув показателей начала года, пишет новости. По данным источников издания, за первую половину ноября Россия нарастила добычу нефти и конденсата на 1% по сравнению с прошлым месяцем, до 1,48 миллиона тонн в сутки. Значительный прирост в ноябре обеспечил Сахалин-1, который после возобновления производства в октябре вышел на мощность 19 тысяч тонн в сутки. Это на 20% ниже плановой производительности в этом году. В апреле производство сырья падало до 1,37 миллиона тонн в сутки из-за проблем со сбытом. Нынешний рост может быть связан с фактором неопределенности, считает Максим Малков из КЕПТ. Потребители стараются нарастить свои запасы перед введением эмбарго. Эксперт полагает, что добыча нефти в России в 2023 году может упасть на 7%. Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря этого года, нефтепродуктов, с 5 февраля 2023 года. В те же сроки ЕС, а также Великобритания планирует запретить своим предприятиям оказывать различные услуги, связанные с поставками сырья, при условии несоблюдения определенного потолка цен. Правительство США планирует опубликовать дополнительные рекомендации по ограничению цен на российскую нефть в ближайшие дни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...